Хранители. Даже название этой профессии говорит о ее особой миссии. Если быть точнее, хранители музейного фонда. Это люди, которые заботятся о том, чтобы экспонаты, имеющие историческую ценность, радовали нас не только сегодня, но и дошли до следующих поколений. Ты пополняешь фонд музея, где комплектуются вещи, которые имеют художественную ценность и историческую ценность разных времен. Работа очень интересная и, главное, очень ответственная. Потому что ты отвечаешь за сохранность предметов, отвечаешь за то, чтобы их правильно экспонировали в нужном месте, в нужное время. И самое главное – это пополнение фондов. В Ингушетии к истории относятся трепетно. Особое внимание в деле сохранения народной памяти занимает время Великой Отечественной и депортации народа. Поэтому этой тематике посвящены многие выставки. Последний музей открыт в городе воинской славы Молгобеке. Эта комната – боевой зал. На 9 мая мы полностью отреставрировали вот эту комнату. Здесь новые стенды. Мы полностью отреставрировали стенды. Вся информация отреставрирована новая. Также мы привели в порядок и трудовую комнату. В Короблаке открыт Государственный музей изобразительных искусств. Здесь почти каждый месяц проходят персональные выставки известных художников. Как с Кавказа, так и со всей России. К примеру, в минувшем месяце гости музея могли насладиться современным искусством. Ксения Сопова выставлялась в крупных музеях России, Италии, Германии и Америки. А теперь приехала в Ингушетию с выставкой под названием «Через запад на восток». Мне интересны люди, их отношения между собой, какая-то эстетика городская, ритмы городские. Пожалуй, самая большая гордость республики – музей под открытым небом, который раскинулся в Жейрахском районе. Десятки многовековых исторических памятников, которые вновь и вновь восторгают путешественников. Вот эта связь времен – это очень такое теплое чувство, что люди здесь жили, что они здесь трудились. Мемориал памяти и славы уже несколько лет – место обязательного посещения туристов. В памятниках, мемориальных плитах и экспонатах здесь отражены все самые значимые события из истории ингушского народа. В свой профессиональный праздник представители всех музеев республики собираются в Краевейческом музее имени Тугана Мальсакова. К слову, это самый первый музей в Ингушетии. Мы даже когда сегодня в праздник собираемся, мы делимся своими какими-то находками, нам рассказывают о каких-то новых экспонатах. Нам, коллегам, это интересно, какие-то новые приемы, как подать этот экспонат. И хвастаемся друг перед другом и рассказываем, конечно, о своих проблемах. Проблемы у нас все одинаковые, но сегодня мы стараемся о них не вспоминать. Я хочу, пользуясь случаем, поздравить всех своих коллег, пожелать им профессиональных успехов, пополнения коллекции, благодарных зрителей. Поздравить с профессиональным праздником работников музея приехал и глава республики, для которого провели персональную экскурсию. Юнус Бек Кевкуров передает в дар музею старинные предметы быта. Пожалуй, самый бесценный подарок для музея – хранителя исторической памяти. Желаю здоровья, счастья, успехов. Руководство музея, руководство Минкульта призываю к тому, что каждый экспонат должен быть свой специалист. Будем надеяться, что в этом году начнем строительство, в конце концов, нашего музея. И расчет есть такой, что в конце 2018 года мы должны в новый музей перейти. А на память об этом дне – фото с коллективом и посетителями музея. К слову, эта фотография тоже станет частью истории. Зарема Ивлоева, Майорбек Мержоев, Новости 24. Видео.